Музыка Я родилась в Ижевске и там жила буквально до последнего года, то есть я только год в Москве. Я занималась всю свою жизнь журналистикой, я работала на телевидении, я работала на радио, в газетах, у меня была своя музыкальная колонка еженедельная. И параллельно просто как-то мне стало интересно, смогу ли я писать музыку и писать слова, потому что я очень много слушала хорошей музыки. Мне было чисто научно интересно, смогу ли я технически это повторить. Но не повторить, а вот как бы что-то свое такое создать. И мне показалось, что я начала понимать, как это все делается, механизмы, формулы, по которым пишутся песни, и я решила попробовать. Наверное, лет с 18-19 я начала писать. Сначала это, конечно, все было очень смешно и нелепо. Наивные какие-то песни, ни о чем. Я это связываю с тем, что у меня в жизни тогда ничего особенного не происходило. У меня было все очень благополучно в личном плане. Там была прекрасная и интересная мне работа. Я придумывала какие-то истории себе, я писала песни по следам истории каких-то моих друзей, знакомых. И, конечно, очень смешно, потому что все равно нужно быть внутри ситуации и писать об этом искренне, и только тогда это будет работать. Вижу разницу всегда между песней, которая написана из собственной крови, из собственных нервов, и между искусственно созданным напряжением. Пусть даже это гениальные слова, пусть даже это очень поэтически будет верно, красиво и точно, но в этом не будет какой-то настоящей жизни. Это очень чувствуется. Песня, например, которую поет Полина Гагарина, «Ты же меня простил, а я тебя не прощу никогда». И вот странным образом, довольно банальные слова, и по тексту песни, тем не менее, становится ясно, что это не искусственно созданная история. Но глядя в гладь небесную, я верить не перестаю, что все бывает по-другому. Даже если ты гениальный вокалист, как тот же самый Полина Гагарина или Саша Панайотов, если говорить, из «Молодой братья», кто действительно потрясающие вокалисты и мастера, расти и расти до них еще. Это просто космическая высота. Но если нет песни, ты со своим голосом будешь нервно курить бамбук и никуда не сможешь его пристроить. Это большая трагедия для хороших исполнителей, которым хочется петь. Мне очень сложно это понять. Желание не выразить свои какие-то мысли и чувства, а именно показаться. Вот для меня это секрет просто. Зачем это людям может быть нужно? В чем тут интерес выйти спеть чужую песню? И они действительно называют это творчеством. Не случалось такого, чтобы мне приносили свой материал с предложением включить в свою программу. Бывало по-другому, когда просили написать текст или написать просто в принципе песню, то есть музыку и текст. Но я боюсь, что любая предложенная мне песня чужая, для того, чтобы я ее спела, она бы вызвала у меня первоначальное отторжение. Я просто знаю, что я вряд ли смогу в полной мере проникнуться чужими какими-то текстами. Хотя, может быть, я просто не пробовала. Под кружевом из мелочей, спретений и случайностей, ты мой, я твой счастливый случай. Мне очень повезло с тем, что мне не пришлось себя никому предлагать. И мне не пришлось стучаться в какие-то двери и просить прослушать мои идейские песни. К счастью, потому что в момент, когда у меня вот эта вся музыкальная жизнь началась, уже существовал такой ресурс, как интернет, в который попали мои песни. Если ты действительно делаешь что-то достойное, то тебе жизнь пойдет навстречу. И создаст ситуацию, в которой это как-то может найти выход. Ты не должен при этом быть ленивым, сидеть сложа руки и не желать ничего делать. Самое главное, что мое чувство собственного достоинства никак не было ущемлено необходимостью стучаться в двери и говорить, послушайте меня, я очень хорошую музыку пишу. Ведь, к счастью, без этого обошлось. Да, мне очень помогал мой опыт журналистки и помогает до сих пор. Элементарно, например, если ты 8 лет провел в прямых эфирах, для тебя это не стресс. Не то, что ты чувствуешь себя невероятно расслабленным, потому что, безусловно, ты в тонусе, ты слегка нервничаешь, потому что это совсем другой расклад, это не тот случай, когда ты сидишь, интервьюируешь кого-то. Это совершенно по-другому все. И я думаю, что во многом это проецируется и на выступления на сцене как таковое, то есть вообще ощущение того, что на тебя смотрят, ощущение прямого эфира. Потому что, по сути, на сцене тоже прямой эфир. Это как бы единственный шанс сделать все единственным верным способом. Я сейчас точно знаю, что это тот путь, который я для себя хочу. И поэтому у меня уже нет выбора относиться к этому хорошо или плохо. Я понимаю, что единственный способ – это там с широко открытыми глазами и на полную катушку этим заниматься. Иначе все не имеет смысла. Потому что уже нет пути назад в хорошем смысле. И нет смысла делать это все на полсилы. Поэтому я сейчас максимально открыта, я в такой хорошей боевой форме. И я надеюсь, что это будет долго, что я нескоро утомлюсь и буду еще долго с горящими глазами всем этим заниматься. Субтитры создавал DimaTorzok